Чтобы открыть аудиодорожки, нажмите на вот эту иконку в виде звуковой волны. И кстати, если вы не видите какую-то иконку у себя в окне, можете нажать Ctrl-клик и выбрать те иконки, которые будут здесь отображаться. Вот мы в рабочем окне аудиодорожек. Это окно предназначено для того, чтобы помочь вам точно попадать в липсинных персонажей, но не для создания аудиодорожки вашего фильма. То есть просто для того, чтобы загрузить сюда аудиодорожку и отслеживать звуки. Или же если у вас есть фейссет с вороном рта, то можно протестировать его здесь. Это рабочее пространство разделено на три секции. Верхнее это визуальное воспроизведение любых наборов лица или рта, чтобы вы просто видели как они отображаются. Рот или, например, мимика лица. Средняя секция непосредственно для трекинга по каждому персонажу. В нижней части непосредственно располагаются наборы мимики лица, формы рта. Таким образом, чтобы можно было их выбирать. Давайте покажу. Первое, что нужно сделать, это создать дорожку, на которую можно положить аудио. Нажмите вот этот плюсик. Теперь у нас есть дорожка и я могу выбрать какое-нибудь аудио. Я возьму с рабочего стола. Просто перетянуть его. Теперь у нас есть аудио. Называется Crazy Town. Можно двигаться кнопками вперед-назад. Можно воспроизвести. Он говорит Welcome to Crazy Town. Теперь, если вы хотите создать Face Set, то нажмите здесь. Создать персонажа. Вообще, Face Set идут отдельно от самого персонажа, поэтому здесь мы создаем персонажа. Как только мы создали персонажа, его можно переименовать и выбрать Face Set. У меня здесь Dr. Sock и Form RTA. Эти две функции уже встроены в программу. И вы можете их использовать. Form RTA это классная функция, потому что вы можете прорабатывать ваш липсинг. Если, например, у вас в анимации пластилиновый рот, с помощью этого вы можете видеть, какую форму нужно вылепить следующей. По мере того, как вы снимаете и меняете формы рта, у вас будут отображаться в окне анимации. Вот видите, увидите в трекинге, в слоях вот здесь. Кликайте сюда. И, например, я хочу видеть их в ряд. Хочу видеть их в ряд. И оно будет отображать, какие формы рта нужно использовать в следующем. Круто! Это можно применять, если вы снимаете пластилиновые анимации и механически придаёте форму рта персонажа. Как в фантастическом Mystery Fox. Вы можете добавить несколько аудиодорожек. Например, если у вас есть какие-то эффекты, то потом выбрать эту дорожку и, например, вот здесь нажать на иконку. Вот здесь. И она обрежется. И теперь можно взять одну часть, это двинуть её и удалить вторую. Это всё инструменты для монтажа здесь. Здесь в области персонажей есть картинки, которые можно использовать, но также можно вписать и диалог. Видите, маленькая кнопка. Можно вписать сюда слова. Я просто впишу сюда наши слова. Welcome to crazy town. A crazy town. Я поставил пробелы между каждым словом. Теперь, если я нажму Enter, то каждое слово ложится отдельно на кадр. Можно их выровнять по кадрам, где он говорит town. Вот туда ставим town. Там, где crazy, ставим crazy. И сюда welcome. И теперь эти слова будут отображаться в окне анимации тоже. Я уже сделал трекрид на этом кусочке, поэтому я загружу новый. Вообще, есть много способов сохранить трекрид. Можно сохранить как отдельный эпизод. Можно даже загрузить отдельный эпизод с раскадровкой, как видеофайл. И он отображаться будет тоже здесь. И аудио можно загрузить сюда вниз. И можно прописывать диалоги прямо здесь. Сейчас я это все удалю. То есть, удалить трек нажимаю. Здесь удалить трек. Удалить трек. Да. Я загружу уже готовый трекрид, который я сделал раньше. Это наш готовый трекрид с доктором соком. Если я нажму Play, то он говорит Welcome to crazy town. Если режиссер или вы сами утвердите этот эпизод, то можно пользоваться этим при анимировании. Если мы перейдем в окно анимации, опять же, есть несколько способов просмотра. Можно поставить таким образом, чтобы было видно формы рта. И оно показывает как предыдущий кадр, настоящий кадр и следующий кадр. Также оно отображается в экс-листе. Это наше аудио. Но можно нажать сюда и добавить трек. Добавить диалог один. Или добавить фонетику, или формы рта. Нажмем диалог. Видите, здесь Welcome to crazy town. Слова написаны на каждом первом кадре, на котором начинается слово. То есть, можно сюда добавить фонетику тоже. Также можно видеть аудио внизу в таймлайне. Так что есть много разных способов отслеживать аудио, прописывать диалоги. Можно добавить несколько дорожек с разными эффектами. Или, может, вы будете снимать и вдруг поймете, что еще не на том диалоге. И можно подрезать этот трек и отодвинуть его немного. Можно подвинуть даже все, если вот так взять. В общем, много всего разного. И мы будем потихоньку разбирать в следующих видео. А пока это был просто обзор аудиодорожек. Надеюсь, вам поможет. Пока!